Давайте итоги Кабмина Гройсмана. Кабмин отдельно, Гройсмана отдельно. Знаете главную заслуги? Да, скажу почему. Потому что урядувание, уряд, это более широкое понятие, как управление. А если, понимаете, это же не европейский Кабмин, который опирается на свое большинство в парламенте, у него руки не связаны. Он делает то, у него программа есть, он и делает. Тогда я понимаю, что Кабмин Гройсмана, мы даем полную оценку Кабмину Гройсмана. А теперь надо делать все-таки оценку разную. Кабмину, который лепился, дальше, субъектам урядувания, субъектам реформ или антиреформ, или антинародных реформ. Потому что субъектами вообще-то управления в Украине являются Кабмин из разных вот этих слепленных кусков и квот, Гройсман, заслуга которого, знаете, в чем состоит? Он устоял за год. Он показал, что он не слабый политик. У него нет в парламенте фракции, даже депутатской группы какой-нибудь такой маленькой. А он остался за год. И даже отчет не вынесли. Это тоже заслуга, как политического тактика. Значит, у него как политического тактика есть будущее. Не знаю, как стратегия, но в будущем есть тактики. И может остаться еще на год, если он будет так дальше умело маневрировать, лавировать среди этих всех групп влияния, которые сегодня есть в парламенте и вне парламента. Дальше иду по списку, кто у нас субъект на урядувание. А что, администрация президента? Не субъект на урядувание, извините меня. Президент законы подписывает, подает законы, влияет на парламент. И дальше. И дальше еще есть субъект внешнего управления или внешний субъект реформы. Это наши западные партнеры, международный валютный фонд. Поэтому все успехи, которые есть в экономике, хотя их очень мало, надо приписать всем этим субъектам. И персонально, так скажем, лично, премьеру Гройсману. Главная заслуга которой, еще раз повторяю, в том, что он устоял за этот год. И может еще один год быть. И более сильным премьером. Уже у него может и группа быть, и политические группы влияния. Не теневые, а такие уже более, скажем так, открытые. Дальше. Это международный валютный фонд, который у нас загоняет все больше и больше в долговые ловушки. И непонятно, какие реформы. Начиная от реформы энергорынка. Так, она может быть хорошая для кого-то. Но вы посмотрите вообще, что там. Земельная реформа, пенсионная реформа. И, кстати, единственная претензия к Абмину, что у него не хватает уровня компетентности отстоять национальные интересы Украины в переговорах с международным валютным фондом. Кому вот очень интересно, почитайте книгу воспоминаний Джагаша Колодка. Как он постоянно воевал с Бальцировичем, так называемым реформатором. Договорились внутри. Бальцирович поехал в Вашингтон, международный валютный фонд, приезжая со всеми другими рецептами. И Колодка писал, что можно было лучшая позиция стоять в Польше. По судостроению, например. Это индустриальный комплекс. У нас тоже такие проблемы есть. Так? По другим индустриальным отраслям. Вот поэтому здесь, мне кажется, вот надо более быть компетентными, отстаивать интересы. Я только скажу вот уровень компетентности. Когда премьер, вслед за своим министром социальной политики, говорит о том, что пенсионная реформа должна быть справедлива, это значит, когда пенсии выполняются в зависимости только от трудового стажа, это неправильно. Потому что есть солидарный уровень. Знаете, для чего он платится? Для того, чтобы общество было солидарно, чтобы не бросать стариков, чтобы криминала не было меньше. Потому что иногда надо платить людям пенсии на каком-то уровне, вне зависимости от трудового стажа. Чтобы это население не просто было населением, которое подыхает, чтобы оно было обществом. Понимаете? Солидарным обществом. Поэтому вот эта трехуровня система, она есть на Западе. И более того, если вы хотите отказаться от солидарной системы, и сделать ставку только вот эту накопительную часть, там, обязательную или добровольную, то для этого должна быть другая финансовая система. Банковская система, чтобы деньги не сгорали в трассах, как это было в 90-е годы, в разных лавочках банковских. Поэтому еще задача перед Кабмином, я забыл еще одного субъекта, так сказать, урядувания. Это Национальный банк Украины, но это отдельная тема. Должна быть стабильная банковская система, стабильная национальная валюта. И тогда люди будут хранить деньги. Не в долларах под подушками, а в гривнах, в банковской системе. А это и место.